Приветствую вас на канале Спокойные Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 5 октября и есть интересные и важные новости. Ну, во-первых, украинские беспилотники сегодня ночью атаковали очень интересные, я бы сказал, неожиданные объекты, об этом поговорим. Израиль готовится нанести по ядерной инфраструктуре Ирана мощнейший удар. Верховный лидер Аятала Хаминеи, верховный лидер Ирана, скрывается сейчас в бункере, но ему сделали последнее китайское предупреждение. Кто и как и об этом. И еще мы поговорим о том, как в России штампуют и создают фактически с пеленок таких маленьких-маленьких любителей Путина. Итак, если вы впервые на этом канале, подпишитесь, чтобы не пропустить последующие выпуски и давайте разбираться. Итак, страшную новость россияне прочитали сегодня утром. Беспилотники украинские атаковали в России два спиртовых завода. Один в Белгородской области, в Старом Осколе, а другой в Воронежской области. На местах возникли сильные пожары, есть разрушения. А вот это уже серьезно, я вам скажу. Это уже, это просто на святое, как говорится, покусились. Сейчас проснется древнее зло, оно пока еще дремлет, потому что сегодня суббота. Сейчас проснется древнее зло в лице алкохоббита Медведева. И он вам сейчас просто за спиртзаводы, он вам, ну, места будет мало всем. Вообще, в ядерной доктрине Медведева удары по спиртзаводу, они стоят вот первым пунктом. Наверное, и единственным, есть такая доктрина, дабы вы не сомневались, потому что как есть детское меню в ресторане, так есть своя детская доктрина для Медведева, в которой он там черкает, стучит ручками, ножками, машет этой доктриной и говорит, сейчас весь мир в труху. Так что ждите, сейчас он из анабиоза выйдет чуть позже к вечеру и разнесет вас всех своим метким словом. Ну, а про серьезные разнесет, Иран собирается уничтожить энергетическую инфраструктуру Израиля, если Израиль нападет на Иран. Это заявил заместитель, заместитель командующего силами корпуса стражи исламской революции Али Фадави. И он сказал следующее, мол, логика нашего удара по энергетической инфраструктуре проста. Израиль небольшое государство, три крупные электростанции, несколько НПЗ, вот мы раз и ударим. Вот удары по энергетической инфраструктуре мы, по-моему, с вами где-то уже это слышали и давно, и долго, и даже на себе ощущаем. Их там в этом клубе диктаторов как-то коллективный разум какой-то, роевой интеллект обучает, я не знаю. Ну, Иран, конечно, угрозами насыпает, но Израиль методично уничтожает и Хезбалу, и остатки Хамас, и достается йеменским хуси, там все прокси иранские. Поэтому время, когда доберутся до верховного лидера, а я думаю, что есть, наверное, такие планы, потому что именно верховный лидер Ирана, Хаминеи, отдавал приказ о ракетном обстреле Израиля, вот недавним, баллистикой когда. Поэтому, я думаю, доберутся. И сегодня, кстати, будет доказательство, там такой намек сделали верховному этому лидеру. Его упрятали сейчас, его спрятали подальше, сказали, он в укромном месте. То есть, по сути, вот все руководство, которое занимается терроризмом в регионе, и руководство, я имею в виду и прокси, и Иран, вот эти все господа, они сейчас, кроме бункерного образа жизни, в ближайшее время, навряд ли их какой-то другой ждет. Кстати, тело лидера Хизбаллы, Хасана Насраллы, временно похоронили в скрытом месте. То есть, его не могут похоронить сейчас, потому что думают, и правильно думают, что если его будут хоронить, съедутся все командиры, там какие-то причастные, соучастные, из Хизбаллы, да и не только, и их там Израиль и накроет. Потому что Израиль, Моссад, он вездесущий, везде наблюдающий и так далее. Поэтому очень правильно делать, даже похороны теперь провести не могут. Периодически пишут, а что вы там о мертвых, либо хорошо, либо не как Сталин. Давайте помолчим про Сталина, может про Гитлера помолчим. Они же как бы уже не живые, да. Поэтому, конечно, можно, особенно про мертвых террористов и нужно говорить, дабы другим было неповадно. Но Вашингтон тут у нас просит Израиль не атаковать нефтяные и ядерные объекты Ирана. Как говорится, не бейте по НПЗ, да. Где-то мы тоже это с вами слышали. А я напомню, если Израиль уничтожит инфраструктуру нефтедобывающую и портовую Ирану, это все, это крышка, это каменный век. Там только нужно будет бабки возить им туда и все, дабы режим мог себя поддержать. И режим начнет сыпаться изнутри гораздо быстрее. Но цены на нефть, понимаете, помните же нас тоже просили Украину, не бейте по НПЗ. И так на 5 или 7 процентов взлетели цены на нефть только из-за слухов о вот таких ударах. А мне кажется, что важнее уничтожить зло, то, которое потом может принести десятки тысячи, сотни тысяч жертв в угоду своему режиму дурноватому. А потом уже там, ну да, цены на нефть, конечно, это прежде всего. Поэтому правильно Израиль делает, что не слушает и поступает по-своему. Кстати, Украину тоже после того, как и просили не бить по НПЗ, били по НПЗ и по нефтебазам били, и по порту били. Вот сейчас, правда, перерыв небольшой, но я думаю, это перерыв только лишь. Трамп другого мнения. Вообще атака ядерной инфраструктуры Ирана крайне важное мероприятие, потому что по разным оценкам, по оценкам МАГАТЭ, например, Иран уже к весне следующего года 10 боеголовок произведет. Поэтому угадайте с одного раза, куда Иран может запустить эти боеголовки. Там все наперебой кричат, что эти бомбы для Израиля и для Израиля и так далее. Поэтому на, как говорится, на финишном этапе, я думаю, что так и поступят, разнести ядерную инфраструктуру, хоть это и не просто будет запрятаны эти производства, и по обогащению, в том числе установки, очень глубоко, но мы же видим с вами, как израильские спецслужбы могут добраться туда, куда нужно. Поэтому Байден против, не бейте, не бейте, понятно, выборы эскалировать не хочет и так далее. А Трамп, Трамп другого мнения, он заявил, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана. Самый большой риск, который у нас есть, это ядерное оружие, имеется в виду, которое будет произведено Ираном. Он на митинге в Северной Каролине выступал и об этом сказал. Согласен. Я просто напомню, что Трамп в этом плане гораздо более решительный. Если мы говорим про Иран, кто дал приказ на уничтожение очень важной, знаковой фигуры иранской генерала Сулейма Нику, руководителя подразделения Аль-Кутс, корпуса Стражей Исламской Революции? Кто это сделал? А кто это сделал? А сделал это Трамп. И дроны разнесли кортеж. Поэтому в плане уничтожения, в плане резкости, но Трамп также резок и во всех других направлениях, поэтому тут еще фактор непредсказуемости добавляется. Но в этом случае, конечно, да. Трамп сказал вообще, сначала нужно ударить по ядерной энергетике, а потом дальше разберемся. Ну, конечно, ну, правильно. Израиль не дал Соединенным Штатам никаких гарантий, что отказался от идеи ударов по вот этим ядерным объектам. То есть, сюрприз, интрига, как говорится, очень и очень правильно. И очень важная статья вышла сегодня. В израильской армии заявили, что Хизбалла готовила вторжение в Израиль по аналогии с нападением Хамас. То есть, подразделения обороны Израиля, они периодически проникали вглубь ливанской территории, разведку проводили там. И вот сейчас у них есть возможность зайти туда физически, прям вот по-взрослому и уничтожать тоннели подземные, склады, схроны и так далее. Нашли более, на данную минуту, более тысячи вот этих вот точек подготовки. То есть, условно говоря, посмотрев, как 7-го числа будет год вот после этой кровавой акции Хамаса, террористического акта этого, посмотрели, как это было шокирующе. И, в принципе, к сожалению, определенные цели были достигнуты. Но потом Хамас уничтожили, зашли в сектор, почти уничтожили в сектор газа. Но поначалу это был шок, это было очень, ну, для Израиля это просто было там. И Хезбалла это на порядок более сильная структура, поэтому зайти гораздо большим числом, захватить, тут главное, вот в чем, захватить сотни и сотни заложников, которыми потом можно манипулировать, менять на кого-то. Вот это цель. И, по большому счету, вот эту акцию, такую, как у Хамаса, только более масштабную, гораздо, я уверен, более масштабную, сорвали Хезбалле. Поэтому вот все правильно. Как намекнули лидеру Ирана, министр иностранных дел Израиля опубликовал, и Израиль Кац опубликовал фото и Хасана Насралы, и его преемника Хашима Софи Аддина. А я, кстати, не знал, что его уничтожили. Вот этот его двоюродный кто-то там, двоюродный кто-то Хасану Насрале, который стал за ним следующим лидером Хезбаллы, его, оказывается, тоже, как говорится, к Гуриям был он отправлен. И вот эти две фотографии опубликовал министр иностранных дел и написал «забирай свои прокси и убирайся из Ливана». Ну и тегнул верховного лидера, он тоже есть в Твиттере. Так что вот такие вот дела. Еще тут отголоски. Вот эта война на Ближнем Востоке, война в Украине. Они вскрыли какие-то такие масштабные гнойники в Европе. И все начали вдруг как-то рефлексировать на прошлое. И вот вышло интересное интервью в Бильд о том, что вести дела с Ираном было опасно, наивно и неправильно. И призвали снова ввести в Германии санкции против Тегерана. Почему вдруг отрефлексировали? Было опасно, неправильно. Потому что в течение многих лет немецкие политики отказывались смотреть на то, как режим Айатолл систематически просто дестабилизирует весь регион, создает там эти свои многочисленные прокси. И еще вот эта ядерная сделка с Ираном, когда Ирану позволили фактически обогащать уран для производства ядерного оружия. Ну не для ядерного оружия, якобы для чего-то другого. Так вот, кто же эти прекрасные люди, как вы думаете, в Германии, которые такую странную попустительскую политику вели по отношению к Ирану? Как вы думаете, кто эти люди? А я думаю, что многие догадались, что на протяжении многих лет Ангела Меркель и Франк, Вальтер Штайнмайер, будучи, соответственно, канцлером и министром иностранных дел, делали все возможное для того, чтобы умиротворить иранский режим. Кстати, демократов в Соединенных Штатах это тоже касается. Да, умиротворялись, что теперь мы не знаем, через сколько недель Иран уже просто эти ядерные боеголовки создат. Плюс, эти, простите, гахуситы йеменские, которые закошмарили там пролив Красное море, с этой горсткой малограмотных справиться можно вообще? Вы в целый Ирак заходили когда-то, буря в пустыне. Причем повод был гораздо менее весомый, скажем так. Как будто где-то там у них есть какое-то оружие массового поражения. Так тут не нужно никакого оружия. По американским, британским, французским кораблям в открытую шмаляют ракетами, дронами, всем чем угодно. Тут же демонстративно, прям вот знаете, как на сцене, как будто когда нужно показать демонстратор, человек идет вот так демонстративно. Иран таскает им туда оружие, ракеты, а вы сидите и хлопаете глазами. Поэтому Ангеле Меркель привет. Ей поставят когда-нибудь памятник разрушителю Европейского Союза. Это будет так. Я уже и про мигрантский кризис не раз говорил. И в 16-м году это сделка. И Штайнмайер, кстати, сделка ядерная СР, когда Ирану разрешили обогащать. Штайнмайер тогда сказал, что это исторический успех дипломатии. Да, я прям не знаю других таких успехов еще. Сложно даже и как-то из памяти вытащить. Значит, немецкие политики призывают срочно ввести санкции против Ирана и начать кошмарить режимы. Ну, как минимум этот. Сейчас еще вот Северная Корея у нас тут без колебаний. Без колебаний Ким Чин Ын пообещал применить ядерное оружие в случае угрозы суверенитету КНДР. Какая угроза твоему суверенитету там? Но мы же видим с вами, что одни там ядерка уже трясут. Этот у этого есть уже. А он же отбитый полностью, Ким Чин Ын. Он чиновников раз-раз расстрелял 20 человек после наводнения. Он страну свою голодом морит уже сколько десятилетий. Вот эта дичь вся, где они там бегут за ним. Он на лодке упал, они в воде бегут, там бур-бур-бур. Это же все по-настоящему. Это невыдуманное. Он сделал из людей каких-то зомби просто. Ну, наш восточный сосед, я про пазавра говорю, тоже сейчас тем же самым занимается. Не удивляйтесь, если там через какое-то время златозубые бабки будут носиться и кричать «Путин, президент мира». А, так они уже это делают. Да. То есть все, они на перегонки в клубе диктаторов, просто на перегонки, кто больше ядерных угроз, кто больше боеголовок создаст. А вокруг все сидят и смотрят. Что там у нас, значит, как-то права небинарных особ? Может, климатом займемся сейчас? О, проблема-то. Давайте подумаем. 58 климатических саммитов соберем давайте. Может, вот. А там уже все. Там уже на полную несется скоро ядерная война. Поэтому приоритеты правильно нужно выставлять. Кстати, я начал, как говорится, задаваться вопросом. Ну, мне интересно стало, зачем Ким Чен Ын в сторону Южной Кореи запускает вот эти шары со всяким мусором. С навозом бывает, с мусором, с какими-то там окурками. Вы недавно вот несколько сотен шаров запустили снова, и они там попадали много где. И оказывается, это таким образом, во-первых, Ким Чен Ын показывает, что ваши системы там ПВО или борьбы с какими-то воздушными объектами полное фуфло. Если полетит что-то там более серьезное, то будет вам, значит, неприятность. Во-вторых, какая-то субстанция, никто же не знает, что там может быть. Какой-то вирус или какие-то, ну, какая-то дрянь химическая или еще что-то. То есть, вот когда у вас такой шар там где-то пролетает, и к нему что-то прикреплено, а визуально их хорошо видно, или садится где-то возле деревни или большого населенного пункта города, это чисто очень такая нестандартная, неприятная психологическая атака. В ответ, почему он начал это делать, потому что активисты из Южной Кореи начали запускать воздушные шары со всякими листовками, там, флешками, с контрпропагандой и так далее. А это очень болезненно для Ким Чен Ына, и он в ответ начал массово запускать вот такие шары со всякой дрянью. Так что напряженность растет на Корейском полуострове. Я думаю, что синхронно, когда весь этот клубешний диктатор вылезет и начнет уже посерьезки угрожать, то будет мало приятного. И, кстати, еще об одном персонаже вспомнил Ангел Меркель, и тут давайте про Гутерриша немножко. Гутерриш, который в Израиле объявлен персоной Нонграта, он, оказывается, примет участие в саммите БРИКС в Казани. Напомню просто, что он генеральный секретарь ООН. А еще, как вам такая новость, генсек ООН Гутерриш может получить Нобелевскую премию мира в этом году. Вот достойный кандидат, правда? Там вообще отдельная история с этой Нобелевской премией мира. Номинируют БАПОР, это агентство ООН по правам, по делам палестинских беженцев, Международный суд ООН и, естественно, Гутерриш номинируется. Вот три номинанта. Есть нюансик только, ну, социалистам Гутерришам все понятно, есть нюанс. БАПОР – это организация, которую Израиль обвиняет в том, что некоторые из сотрудников этой организации участвовали в нападении на юг Израиля, вот в том самом масштабном террористическом акте 7 октября 2023 года со стороны Хамас. Но вообще заявление о том, что ООН пора трансформировать, они уже очень, они не то, что уже там переспели, они уже давно протухли реально с этой организацией, которая, в принципе, крайне дисфункциональна, с ней что-то нужно делать. Ну и давайте про маленьких паутизоидов, путенят, кабаят, бункеренышей, как хотите. Давайте поговорим про детишек российских. Почему? Потому что сегодня мне попалась новость о том, что в России же 5-го числа празднуется День Учителя, это вот сегодня. И все эти уроки, разговоры о главном, парты героев СВО, так называемых, все эти, как их называется, движения первых или как вторых, первых, да, пионерчики эти все, это же все про педагогов, которые стали неотъемлемым винтиком и даже, я бы сказал, неотъемлемыми такими маленькими двигателями вот этой большой путинской пропаганды. Чтобы учитель, педагог стал прокачивать детям мозги путинской пропагандой, он должен находиться в положении очень уязвимом. У него должна быть мизерная зарплата, у него должно быть, он должен, вот эта иерархическая структура школьная, говорят, что нет хуже коллективов, чем вот эти педагогические. Иерархическая структура, где страшнее, чем в армии бояться того, кто выше стоит. И нищенские зарплаты делают вот этого учителя крайне зависимым. То есть ему нужно просто шкатулку разорвать свою, чтобы вот получить пристойные какие-то деньги. И эти люди работают с детьми. И лучшими учителями признают те, кто прокачал больше детей, создал больше путизавриков. Вот, поэтому поставлен в нищенское положение педагог и давай дальше занимайся. Вообще разговоры, как эти разговоры у них называются сейчас? Разговоры о главном, да? То есть они, это такие уроки, где рассказывают детям про Путина, про Россию, про абсолютно исключительную роль историческую, так называемую вот этой специальной военной операции, про каких-то недогероев и так далее. То есть разговоры о главном. Но в этих разговорах так часто упоминается Путина, наверное, их вообще прилично было бы назвать не о главном разговоре, а разговоры о полутораметровом. И тогда бы оно все становилось на свои места. И еще смотрите, какая штука. Я про нее уже говорил не раз. Ребенок, который живет в нормальной семье, где родители адекватные и понимают, что та дичь, которую творит Путин, рано или поздно угробит Россию, угробит еще кучу людей, угробит жизни в Украине, может потом еще в другой стране где-то. Вот эти адекватные родители, они не могут говорить ребенку, что все, что ему говорят на этих разговорах о главном, это неправда. Почему не могут? Нет, они могут, конечно, но это они себе подписывают приговор. Почему? Потому что ребенок маленький, там же вот с первого класса эти разговоры о главном, идет, ему там говорят, Путин там великий, солнцеликий, ведет нас вперед, наш рулевой там и так далее. Он приходит домой и говорит, вот мама, я рисовал Путина, вот значит смотри, вот это он. А я ему говорю, не рисуй этого, он войну начал, он гаденыш. И просто распоследний. И ребенок говорит, спасибо, мама, возвращается в школу. Учительница ему опять, вот сегодня мы про солнцеликово. Она говорит, нет, мама сказала, что вот Путин ваш, секундочку, и поехала машинка туда за мамой, за папой. Понимаете о чем я? То есть взрослому, или же он ему скажет, не говори учительнице, не говори все. Он же другу-то скажет, это же дети или подруги. А друг возьми, да и все Павлики Морозовы там. Никто, кстати, из Пантеона их не снимал, Павликов Морозов. Он до сих пор герой, заложивший свою семью, которая не хотела с голоду умирать. Он до сих пор герой. И другой пойдет Павлик и стуканет на этого ребенка. Понимаете? А учителя, вот их задача как раз больше таких вот Павликов создать. Вот в чем новые учебники. То есть эти зэки-СВОшники вместо учителей. Это же тоже данности. Тоже современная картина российской школы. Парты. Представьте, эти нарколыжники или какие-то вообще отбитые бандиты, которых из тюрем позабирали, отправили на войну. Его там изничтожили. И вот это вот на парту. Раз, парта героя. И бедный ребенок сидит и смотрит в эти пустые глаза. Ну, это какая-то дикость просто. Но дикость и Россия, поэтому о чем мы говорим. Что касается там какого-то улучшения ситуации, там вообще сейчас идут, идет речь о том, что детям нужно вообще там до 5-6 классов сократить. Они вполне сформировались и можно их там дальше. Ну, как будто там специальное образование, но мы-то знаем куда. Поэтому денежку дать на новые школы? Нет. В России 5% школ без удобств внутри школы находятся. Представляете? Прекрасно. Зато на войну денежка есть. На войну денежка есть. Ну, в общем, с прекрасным, ну, пользуясь случаем, я поздравляю причастных нормальных учителей. У меня, кстати, я как своих начал вспоминать. Почему-то больше всего у меня было учитель... Я учился в обычных школах и в физико-математическом лицее. Зачем? Не знаю, правда. Больше всего мне нравились учителя нестандартные. С нестандартным подходом иногда и внешностью. У меня была учительница, которая тупо вот так зеленым фломастером рисовала брови себе. А зеленый, когда заканчивался, прям вот по одной линии. Так раз, два. И с ней говоришь, и как-то ты не... Ну, не... Что происходит? Ну, сейчас... Сейчас все так ходят, все нормально. А, зеленый, когда заканчивался, она синим рисовала. Но, как педагог, прекрасная была. Поэтому, если педагоги тут на меня подписаны, берегите себя, берегите детишек и их разум, им еще жить в этом мире. Спокойного нам всем дня. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще этого не сделали. Вы знаете, кто смотрит давно. Я всегда запускаю вот эту божественную, по моему мнению, анимационную строчку, а на самом деле устаревшую графику 90-х. Берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!